1239 год. Во-первых, оборона Чернигова. После того, как зимой 1937-1938 года опустошили Владимирское княжество монголы, как раз в это время, кстати, Владимир воевал с Черниговым за Киев, как они обычно практически всегда друг с другом воевали. Но, естественно, раз Владимирцев разбили, Киев они тоже не смогли удержать. И Михаил Черниговский захватил, соответственно, Киев. Кроме того, литовцы вторглись в Смоленское княжество. Видимо, полагаю, что монголы ослабили русских. И Михаил Черниговский в 1938 году совершил поход в Литву и отвоевал также Смоленское княжество. В результате получилось, что практически всю территорию Украины и Беларуси, кроме Западной Украины, контролирует Чернигов. То есть Чернигов стал крупнейшим центром. В это же самое время Даниил Волынский опять отбил Галич. И поэтому Волынь и Галич стали окончательно объединены. То есть Западная Украина тоже была объединена и была основным соперником Чернигова. То есть, в общем, несмотря на все это внушительный погром, который монголы устроили во Владимире, это не произвело никакого впечатления на украинских князей. И они продолжали между собой воевать весь 1938 год, когда не было походов в монголы. Монголы 1938 год провели в подавлении восстаний тюрков, а 1939 год они, кстати, в основном воевали на Северном Кавказе, где, по сведениям монголов, тоже были города. У аланов, у осетинов они даже называют там эти города Месицы, Минкосы и так далее. К сожалению, тут Месицы город, допустим. Трудно тут с чем-то вот это сопоставить, что там за города были у осетин. Но в основном весь 1939 год они, кстати, воюют основных сил именно на Северном Кавказе, считая, что там серьезное направление. Кроме того, в 1939 году они захватывают Крым окончательно. И выходят 26 декабря 1939 года, выходят к южному побережью Крыма. Таким образом, в целом монголов силы рассредоточены, и тем не менее Батый собирает войска и ударяет по Чернигову. То есть основной центр уже южно-русских княжеств будущей Украины, который очень усилился, и поэтому, собственно, Батый решил, в общем, с него и начать. Наступали они на Чернигов с юго-востока, взяли несколько мелких городов. Черниговские князья опять совершили глупость, то есть они вышли в поле. Где их превосходящая монгольская конница тут же всех и порезала. Монголов порядка 100 тысяч уже было, они перебросили все основные войска. Там всего где-то было 150 тысяч на всех направлениях, но там часть в Крыму была, часть на Кавказе. И какую-то основную орду они перебрасывали. В данном случае они начали Черниговское направление сочли главным и пошли все на Чернигов. То есть их там было заведомо больше, чем могли выставить черниговские. В летописях рассказывают всякие страшные вещи про штурм Чернигова. Во-первых, огромные камни собрали монголы и машины, которые не видели никогда на Руси. Огромные машины, которые бросали камни, которые не могли поднять четверо мужчин. И камни летели на расстояние, которое в полтора раза превышало дальность полета стрелы. Ну то есть это китайская техника. Все-таки Китай превосходил по техническим возможностям тогда Европу. Они из Китая самые лучшие вот эти стенобитные машины подтянули. И вот продемонстрировали их силу при осаде Чернигового. То, что в отличие от Рязани, где там деревянные стены, в Чернигове там уже были стены хорошие, крепкие. То есть они надеялись там за ними отсидеться. Ну в общем, 18 октября 1939 года они разбили окончательно Черниговские стены и взяли город. Всех там порезали. Всевозможные пограничные городки, такие как Новгород-Северский, Путивль, Глухов, все были уничтожены. Рыльск. Ну и в общем, как обычно, они всех вырезали. Поубивали там множество также князей. И после этого похода на Черниговское княжество, внезапно они опять вернулись на юг. То есть вот они осенью пришли, все там разрушили, сожгли и вернулись обратно в степи. И в степях они продолжали вот эту борьбу за Крым и борьбу с остатками половцев. В это время крупные силы, как я говорил, на Кавказе воюют. И осенью 1939 года они там продолжат воевать и в 1940 году продолжат. В 1940 году, как сообщает ряд источников ОГД, уже решил, что западный поход надо прекратить. И решил не завоевывать Европу. Однако этот приказ почему-то не поступил. Возможно, он его проигнорировал, потому что Батый, это был именно его УЛУС, вот этот вот западный. И он хотел расширить свой УЛУС. Поэтому, в общем, в начале 1940 года Батый все равно является под Киев. И до 1941 года он будет наступать дальше на Европу. Причем уже в 1940 году явно он ставит своей целью Киев, Польшу и Венгрию. Но это уже будет в 1940 году. В 1939 году также пик боснийского крестового похода. Босния малоизвестна, но это вот вторая зона, кроме Окситании, где господствовали манихеи, в данном случае в виде богомилов. Они их называли боснийская церковь. Также там были и католики, поскольку манихеи они веротерпимы. То есть там, в принципе, было две религии в Боснии. Но, как правило, правительство там реально поддерживало богомилов, потому что они местные. А когда на них давили католики, они заявляли, что они католики, и показывали вот этого епископа, что у них там есть тоже какой-то католический епископ. Чтобы не нападали, потому что уже с начала XIII века интенсивно Венгрия пытается организовать крестовый поход против Боснии, упирая на то, что там господствуют богомилы. В 1920-е годы, когда шел погром во Франции, обнаружили всевозможные документы катаров и обнаружили, что к ним из Боснии приезжал Никита, епископ манихейский. И, соответственно, поучал их всяческим манихейству в самой резкой дуалистической форме. Когда документы обнаружили, то все-таки Папа Римский счел, что Босния – это рассадник манихейства, и с 1921 года пытался призвать уже к походу, но Венгрия все время не хотела, то, что сил у них не было. В 1925 году Папа Римский призывал опять к походу на Боснию, как центр дуалистической ереси в Европе. Также на того католического епископа, которого показывали босницы, что у них католики тоже есть, они его всячески начали обвинять, что он неграмотный, того не знает, всего не знает, и что им надо там поставить венгерского епископа, которого бы контролировала Венгрия. В 1933 году они туда послали доминиканского немца в качестве епископа уже, то есть сказали, что у боснийцев не будет своих епископов, они там поддерживают всю ересь. Ну и, в общем, видимо, там руководство занималось всяческими отмазками, то есть руководство Боснии периодически заявляло, что у них разрешена католическая церковь, что у них нет никакой ереси и так далее. Реально у них была ересь, и позднее они там сами ее и признавали, и воевали за нее. В 1934 году объявил опять Папа Римский крестовый поход на Боснию, в которой, по всем его сведениям, масса богомилов обещал крестоносцам прощения грехов и так далее. Однако венгерская армия тормозила. Ну да, все обоснования там о том, что в Боснии манихей. То есть позиция католической церкви именно такова. А, собственно, от боснийских манихеев подробных текстов не осталось, но осталось много символики. То есть вполне очевидно, что там было манихейство в форме богомильства. И оно также окормляло духовно, получается, французские и итальянские вот эти церкви. То есть они посылали им там книги, епископа этого Никиту посылали и так далее. Поэтому, естественно, Папа Римский решил центр сам уничтожить Боснию, центр манихеев на Балканах. Ну вот в 1935 году они объявили, но на самом деле продвигались они очень медленно. Как раз в горах было больше всего богомилов, а там горы Боснию закрывают. Босния, кстати, большая была карта. Не то, что сейчас, там она в значительной территории Хорватии включала, Сербии и так далее. Ну и вот примерно хоть к 1939 году они там прорвались. Взяли столицу Боснии и начали там строить свои вот эти все соборы католические. Активно вводить католицизм, убивать в больших количествах богомилов. То есть погром там устроили. Жечь на кострах, по их же сведениям. То есть сами же доминиканцы сообщают, что они там творили. То есть жгли на кострах боснийских богомилов. Продвинулись на юг, уже туда, в Далмацию, куда последние богомилы отступили. Однако в это время в тыл ударил Батыйка, который как раз в 1941 году. Он ударил уже в Европу. Все венгры побежали защищать Венгрию. Там их разбили и полностью всех уничтожили. Это привело к тому, что боснийцы опять своей страной владели. Естественно, восстановили сразу там богомильство, которое они воспринимали как свою религию. И все результаты этого крестового похода были отменены. То есть фактически они, естественно, Венгрия надеялась под лозунгами этого крестового похода просто захватить Боснию. Ну, в общем, ничего не получилось. И Папа Римский своей цели не достиг, потому что выгнали католиков из страны. И теперь уже точно там все ненавидели католиков после резни, которые они устроили. И венгры тоже ничего не смогли. Далее продолжали несколько раз призывать к крестовому походу Папа Римский. Но уже венгры на это все не решались. И то есть вот это была, собственно, единственная попытка уничтожить богомильство в Боснии. Вот этот самый крестовый поход, который формально был с 1935 года, фактически как раз где-то с 1939 по 1941. Продолжение следует...